Россияне выбрали реальный мир и вернулись в него из виртуального. Об этом говорят данные ресурса Яндекс.Деньги, который проанализировал расходы пользователей в интернете на развлечения. Не хотят наши люди больше просаживать часы напролет за компьютерами и тратить в онлайне деньги. Больше трети платежей потеряли онлайн игры по сравнению с прошлым летом. 30% меньше платных услуг заказали на сайтах знакомств. Минус 11% это траты в соцсетях. С играми все понятно. В начале года россияне стали больше тратить денег на них, но затем цены резко подняли и привели их в соответствие к курсу доллара и евро. И вот уже снижение потока клиентов не заставило себя ждать. Средний чек в 443 рубля. Это уже почти билет в кино, согласитесь. Не очень-то уж бюджетно получается играть в такие игрушки. И именно на фильмы тратить-то как раз стали больше. Переместились от одних мониторов уже к широким экранам кинотеатров. По сравнению с прошлым летом почти вдвое. Даже несмотря на двукратное увеличение среднего чека. По этим показателям сейчас один билетик в кино стоит примерно 649 рублей. Квесты увеличили свою аудиторию в полтора раза. Не реже, чем прошлым летом россияне, кстати, ходили и на концерты. И тратили на билет, ну, как и раньше, в общем-то. Примерно 2885 рублей за 2-3 часа музыкального отдыха. Итак, отдыхали, как мы видим, рядом с домом, на отдыхе, вдалеке, экономили. И, в общем-то, этим летом купили почти на треть меньше билетов на самолет. То есть отказывать себе в перелетах и заграничных поездках. Зато оторвались на онлайн-покупках. Тут, кажется, совсем не экономили. Косметика, парфюмерия. Ее приобрели в два раза больше, чем в прошлом году. Также неплохо брали одежду, обувь и детские товары. Рост в полтора с лишним разом. И даже бытовой техники купили больше на треть. И по-прежнему закупаются чаще всего в китайских интернет-магазинах.